Дорогие братья и сестры, обращали ли вы когда-нибудь внимание на адрес, по которому апостол Павел отправлял свое послание Ефесской Церкви, находящейся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе? Никто точно не может сказать, насколько велик был этот город. Никаких примет, то есть названия улицы или номера дома апостол Павел не указывал. Только по двум качествам тех людей, которые должны были выделяться во всем городе, и которых должны были знать все живущие в городе, чтобы можно было их найти, а именно, святые и верные во Христе Иисусе. Братья и сестры, а что, если бы такое послание с таким коротким адресом было написано в ваш город, находящемся в Чатануга, святым и верным во Христе Иисусе? Дойдет ли оно до вас? Всегда ли мы святы и во всем ли мы верны? Дай Бог, чтобы это было так. А сейчас мы расскажем вам историю о подобном случае. В одном селе однажды произошел такой случай. На почту пришло письмо, на конверте которого стояло. Село Березовка, святым и верным во Христе Иисусе. Почтальон, разбирая письма, остановился на этом письме и подумал. Кому же это письмо? Не решив сам, он обратился к начальнику почты и спросил. Кому же это письмо? Кто у нас в селе святые и верные? Почтальон отправил его в церковь, к отцу Сергею. Церковь была недалеко от почты. Почтальон направился к ней и спросил сторожа. А где отец Сергей? Сторож указал на закусочную, и почтальон побежал туда. Тут он увидел батюшку и закричал. Отец Сергей, вам письмо, вот, пожалуйста. Тот взял, прочел на конверте надпись «Святым и верным» и возвратил почтальону. Нет, нет, это не мне. Видишь, тут написано «Святым и верным», а я, видишь, вот. И он указал на стол, на котором стояла закуска и водка, которую отец Сергей пил. Так кому же тогда это письмо? Неси Андрею Самсоновичу. Он у православных самый первый проповедник считается. Ему оно, видать, и написано. А этот Андрей Самсонович имел склад пиломатериалов, которые продавал частным порядком. Почтальон направился к нему и, увидев его, еще издали закричал. Андрей Самсонович, вам письмо. Премного благодарен. Давайте, пожалуйста. Взяв письмо в руки и посмотрев на адрес, он заморгал глазами и полез в карман за очками. Потом сквозь очки еще несколько раз прочитал, бурча себе под нос. Святым и верным. Во Христе Иисусе. Святым и верным. Нет, нет, это не мне. Нет, нет. Как же не вам? Ведь отец Сергей сказал, что вам. Почему же вы не можете принять это письмо? А потому, что здесь написано. Святым и верным. Видишь, вот у меня пиломатериалы второго сорта, а я его продаю за первый. Разве это верность? Нет. Тогда же, кому же я дам это письмо? Неси Михаилу Романовичу. Он у нас общиной руководит. Наставник наш. Ему и отдай. Михаил Романович жил на другом конце села. Куда-то этим письмом и отправился почтальон. На стук вышел хозяин и увидел почтальона и вежливо поздоровался. Поблагодарив, он взял протянутое ему письмо. Как будто что-то предчувствие почтальон не стал уходить. И точно. Как только Михаил Романович прочитал адрес, так тот час же вернул письмо обратно и сказал. Нет, нет. Я не могу взять это письмо. Это не мне. Почему же вы не можете взять? Куда же я теперь дену это письмо? Да не могу я взять это письмо. И вот почему. Я ведь кожевник. И выделывая кожи, и вот недавно я взял у одного мужика большую бычью кожу, которую после выделки позавидовал, оставил себе. А вместо нее отдал две маленькие, сказав, что испортил кожу. А ведь здесь на конверте написано. Верным. Где же она верность-то? Нет, нет. Я не могу взять на себя еще и этот грех. Отнеси это письмо Марии Ивановне. Они по вероучению отвергают крещение, но зато признают духовное рождение свыше и следят за чистотой жизнью людей. Ей это как раз подойдет, так как она всегда делает добрые дела. И пошел почтальон дальше искать святых и верных. Привя к Марии Ивановной, он протянул ей письмо с адресом. Та сначала с радостью взяла письмо, но, прочитав адрес святым и верным, немедленно возвращила его почтальону. Невнятно оправдывать. Да, видишь ли? Да нет. Это не мне. Как же не вам? Ведь вы всегда добрые к окружающим. Нет, нет. Я вам скажу по секрету. У меня на днях были сестры, а я их не угостила. Сказала, простите, сестры, но у меня ничего нет, а у самой вон две меры пшена под лавкой лежит. Так кому же мне это письмо теперь нести? Отнеси это письмо Татьяне Игоревной. Ей-то уж подстать это письмо. И пошел почтальон дальше искать Татьяну Игоревну. Увидев ее, он еще издали закричал. Татьяна Игоревна, получите вам письмо. Она тут же вежливо пригласила почтальона в дом, чему он очень обрадовался, так как уже очень устал, разыскивая святых и верных, и хотел немного отдохнуть. Но когда хозяйка прочитала адрес на конверте, она тотчас вернула это письмо обратно. Нет, нет, такое письмо я не могу взять. Ну почему же? Ты ведь знаешь, я по профессии шью, и бывает, сочешь платье, а на продажу оставшиеся кусочки себе оставишь, как будто все ушло. А здесь на конверте написано «Святым и верным». Заплакала Татьяна Игоревна, что не могла принять это письмо. Заплакал и почтальон, говоря. Сколько здесь людей, которые называют себя христианами, три церкви, три молитвенных дома, а святых и верных не могу найти. Дорогие братья и сестры, а что, если почтальоном таким письмом зайдет сегодня в этот молитвенный дом и во время собрания и предложит нам взять его? Что сделаем мы? Протянем руки и скажем «Это наше письмо, давайте его сюда, или откажемся от него, как и те верующие, которых мы только что слышали?» О, если бы мы действительно были святы и верны! А ведь Слово Божие предупреждает нас и говорит «И по примеру призывавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». 1 Петра 1, 30. А о верности написано «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2, 10. Аминь. Аминь. Слава Господу!